Тема урока кислоты. Как мы уже знаем, при соединении растворимых кислотных оксидов с водой образуются соответствующие им гидроксиды, кислоты. В сосуд с кислородом внесем ложечку с горящим фосфором. В процессе горения фосфора образуется белый туман, оксид фосфора 5. Извлечем ложечку, прильем в банку немного воды, плотно закроем ее и встряхнем. Чтобы убедиться в том, что произошла химическая реакция, воспользуемся индикатором. Но возьмем не фенолфтылин, как в случае с основаниями, а лакмус. Раствор лакмуса в воде имеет фиолетовый цвет. При добавлении его в банку с раствором оксида фосфора 5 цвет индикатора изменяется на красный. Объяснить наблюдаемое явление следующая запись. 4П плюс 5О2 образуется 2П2О5. П2О5 плюс 3Н2О образуется 2Н3ПО4. Изменение окраски лакмуса в красный цвет свидетельствует о наличии кислоты. Кислотами называют гидроксиды кислотных оксидов, а также бескислородные кислоты, растворы некоторых газообразных водородных соединений в воде и большую группу органических кислот. Органические кислоты муравьиная, уксусная, лимонная, щавелевая, янтарная и многие другие широко распространены в природе. Они давно и в самых разных целях используются человеком, однако подробное знакомство с ними ждет нас при изучении органической химии. Классификацию неорганических кислот можно представить следующим образом. Кислоты можно разделить на две группы. Кислородосодержащие кислоты, например, азотная кислота HNO3, серная кислота H2SO4, угольная кислота H2CO3 и бескислородные кислоты, например, соляная или хлороводородная HCl, сероводородная кислота H2S. Анализ состава обеих групп неорганических кислот позволяет выделить их общие признаки и сформировать определение. Кислотами называются сложные вещества, в состав которых входит один или несколько атомов водорода, способных замещаться на атомы металлов, и кислотный остаток, один или несколько химически связанных атомов. В химических реакциях обмена и замещение кислотные остатки не разрушаются и переходят без изменений из состава исходных веществ в молекулы или частицы продуктов реакции. Если обозначить группу атомов кислотного остатка буквой А, то получим общую формулу кислот HNA, где N – число атомов водорода, равное валентности кислотного остатка. Из формулы видно, что значение валентности кислотного остатка определяет число атомов водорода, входящих в состав молекулы кислоты. В свою очередь, валентность кислотного остатка находят по числу атомов водорода и обозначают римской цифрой, которая ставится над кислотным остатком и относится ко всей группе атомов, образующих его. Познакомимся с некоторыми кислотами. Серная кислота, жидкость, без цвета и запаха почти вдвое тяжелее воды. При растворении ее в воде выделяется очень большое количество тепла, что может привести даже к скипанию раствора. При смешивании серной кислоты с водой следует наливать кислоту в воду, а не наоборот. Серная кислота – гигроскопичное вещество, она отнимает влагу, древесины, бумаги и других органических веществ, обугливая их. Серная кислота применяется для производства удобрений, других кислот, взрывчатых веществ, искусственных волокон, в качестве электролита в аккумуляторах. Соляная хлороводородная кислота – раствор хлороводорода в воде с массовой долей до 38%, бесцветная жидкость с резким запахом. Концентрированный раствор кислоты дымит на воздухе. Это объясняется испарением хлороводорода. Соляная кислота применяется в промышленности для синтеза хлоридов, извлечения металлов из руд, притравления металлов. Многие кислоты – едкие жидкости, которые могут вызвать химический ожог, поэтому следует избегать попадания их растворов на кожу и одежду. Если это произошло, необходимо быстро смыть раствор большим количеством воды, а затем нейтрализовать раствором питьевой соды – гидрокарбоната натрия.